Дорогие друзья, всем доброго здравия. Совсем недавно мы засняли видео о том, как активизировать энергию живы. Я дал такое вам посвящение в первую ступень живы. И вот такой комментарий к этому видео. Если я болею, могу я помочь себе энергия живы руками? И в том числе и другим. Или только здоровый человек может это делать? И как лечить руками, чтобы не потратить свое здоровье на лечение других? Конечно, себе можно и нужно помогать энергии живы, энергии праны или рейки. У нее есть разные названия. И человек может это сделать сам. Я говорил в прошлый раз, как это сделать, как активизировать эту энергию, как правильно настроить свой ум. И таким образом можно, прикладывая руки к определенным частям своего тела, правильно проговаривая намерения, можно себе помочь. Тут очень важный момент. Конечно, другим вы тоже можете помогать. Но будет все-таки более правильно, когда вы научитесь помогать себе. И когда вы сами достигнете, ну скажем, хотя бы относительного состояния здоровья. Иначе, знаете, это будет похоже, как, например, врач-офтальмолог в очках и пытается вылечить глаза другого человека. То есть сделать его зрячим. На самом деле, он может ему предложить, наверное, тоже только очки. Но, как вы понимаете, очки – это же не исцеление. Или, допустим, врач-кардиолог, у которого больное сердце. Очевидно, что он не сможет другого человека именно вылечить, то есть сделать здоровым. То есть облегчить состояние, убрать какой-то там приступ, кардиология, сердцебиение. Это он сможет, давая определенные препараты. Но речь идет об исцелении. Поэтому, так как человек является проводником живы на пран или рейке, а энергия на выходе зависит от качества проводника, соответственно, прежде чем приступать к гармонизации, даже, лучше сказать, не лечению, а гармонизации другого человека, прежде гармонизируйте себя. И обязательно начинайте с работы над собой. Трансформируйте свои мысли, эмоции, чувства, определенные свои состояния. Придите к состоянию гармонии. Гармонии с собой и с окружающим миром. И тогда вы, как проводник этой энергии, станете достаточно чистым, так образно сказать, и энергия вашего воздействия на другого человека повысится в много раз. Мало того, я даже скажу, что просто в вашем присутствии, если вы придете к такому состоянию гармонии, в вашем присутствии у другого человека уже будут происходить процессы, также гармонизации по закону резонанса. То есть для этого даже не обязательно прикладывать куда-то руки. Но руки лучше прикладывайте. Почему? Потому что мы привыкли что-то чувствовать, ощущать. То есть нам нужно обязательно что-то, как говорят, подержать в руках, чтобы в это поверить или что-то принять в себя. Поэтому когда вы активизируете живо, наложите руки, безусловно, человек будет под большим воздействием, опять же, в силу своей определенной привычки. Но еще раз повторюсь, что само ваше состояние гармонии уже будет гармонизировать внутреннее состояние другого человека, даже без рук. Поэтому обязательно помогайте себе, помогайте другим, но при этом работайте над собой. Очищайте себя, гармонизируйте свое внутреннее пространство. И вот вторая часть вопроса. Как не потратить свое здоровье на лечение других? Ну, я сразу скажу, с таким настроением, как вот у вас, ни в коем случае не приступайте к лечению других людей. Ну, просто нельзя этим заниматься. И вообще, если у вас есть страхи, что какая-то болячка другого человека перейдет на вас, это значит, что у вас есть причины этой болезни или проблемы. То есть не вы как бы заболеете от другого человека, да, не он вам передаст это, а у вас активизируются вот определенные программы, определенные родовые программы или кармические программы. Поэтому помните, да, такое правило, что вы не можете потратить свое здоровье, да, или подцепить болезнь другого человека, если вы правильно настроены. И для этого нужно соблюдать определенную технику безопасности. В чем ее смысл? Первое. Если вы занимаетесь помощью другим людям, обязательно сотворяйте посвящение. То есть перед тем, как приступить, то, что вы делаете, посвятите Богу, посвятите высшему благу всех живых существ и посвятите достижению истинной цели жизни вот этого человека. Далее. Обязательно то, что вы делаете, делайте бескорыстно. Понятно, что вы можете получить там какие-то, ну скажем, материальные блага, но внутренне вы не должны на это быть настроены. Вы должны быть настроены именно вот на цель вашей терапии. И обязательно это ваше, я уже говорил об этом, это ваша внутренняя чистота, то есть постоянная работа над собой. Это постоянная практика молитвы, аскезы, медитации, чтения священных текстов. То есть это обязательно ежедневная, регулярная, духовная практика. Вот только в таком случае приступайте к лечению, к помощи другим людям. И обязательно такая помощь принесет свои положительные плоды. Осваивайте энергию живы, осваивайте энергию жизни и будьте здоровы и счастливы. Всех вам благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok